Я добавил в свой мир одну из живых игрушек под названием Хаги-Ваги. Думаю, вы уже слышали о ней что-то. Но я и не мог представить, насколько опасна она будет. В итоге я попал в ловушку, и моя жизнь в смертельной опасности. Конкретно мои ресурсы ограничены. Я нахожусь в небольшом закрытом помещении, и чтобы протянуть подольше, я вынужден выходить на улицу за ресурсами и в то же время подвергать себя такой опасности. Да, дела обстоят не на фабрике, но тоже жутко. Сколько же я смогу протянуть, когда моей жизни угрожает такая опасность? День? Неделю? А может быть месяц? Эх, смотря как повезет. Надеюсь, вы уже поставили лайк. Если вдруг эта серия наберет 15 тысяч лайков, я выпущу еще серию выживания в мире с Хаги-Ваги. Так что, как будет развиваться эта история, зависит также и от вас. Что ж, я действительно нахожусь сейчас в вот такой вот темной комнатке. Освещение здесь не самое приятное, и только какие-то свечи. Ресурсов действительно немного, голод будет меня одолевать. Если я долго буду сидеть на месте заперти, мало того, что я буду голодать, так я еще буду сходить с ума. Да, ресурсов у меня здесь крайне мало. В сундуках у меня 8 картошки и сырая свинина. Так, ее я лучше сразу пережарю, пока у меня хоть что-то есть. Будет моим временным освещением. В общем, вы примерно уже поняли, что здесь происходит. Хаги-Ваги опасен тем, что он одержим человеком, которого увидит. В Майнкрафте все работает немного по-другому. Хаги-Ваги одержим всем, кого увидит. И будет преследовать его до тех пор, пока не достигнет цели и не убьет ее. Моя же цель сделать эту базу максимально защищенной. Да, правда, тут я скрылся за этими железными дверьми и пока что никого не вижу. Хотя я довольно часто слышу всякие звуки и стуки в дверь по ночам. Главное, чтобы он сейчас случайно не выпрыгнул на меня. Хорошо. Первым делом мне нужно дождаться утра, поэтому пойду посплю. Нужно экономить энергию и поэтому в лишний раз не буду бегать. Жизнь у нас тут всего лишь одна, поэтому бездумным решением и действием здесь нет места. А пока что спокойной ночи. Кажется, наступило утро и я могу спускаться уже на первый этаж. Слышу каких-то там зомби. В принципе, здесь вроде бы все нормально. У меня нету никаких инструментов, поэтому придется быстренько добывать все, что увижу. Единственный мой опыт игры с этой плюшевой игрушкой, так сказать. Когда я выиграл в обычном мире Майнкрафта также и крафтил, допустим, себе вещи в верстаке. Но когда он резко появлялся прямо передо мной и убивал меня, это немного меня разочаровывало. Поэтому нужно быть всегда бдительным и заходить в крафт только в экстренных ситуациях. Ага, здесь у нас где-то был загадочный торговец. Днем напряжение падает постепенно, поэтому я могу немного передохнуть и посмотреть, что к чему. Я, в принципе, мог бы спрятаться и в любом другом месте, но в обычной деревне это не вариант. Во-первых, в деревне он уничтожает все, что видит. Быстренько крафтим верстак. Я что-то немного забываю о том, что он может реально появиться резко. Даже за инвентарем это можно увидеть. Дерево у нас начальное есть. Камень мы сможем добыть даже здесь. Ну и зачем я скрафтил второй верстак? Эх, дело привычки. Идем добывать камень на улицу. И мне понадобится абсолютно все, что угодно. Уголь для переплавки железа, также для прожарки еды. Железо будет искать посложнее, поэтому буду искать породы, которые вылезли наверх. Если повезет, никого нет, никого нет. Нужно быть на чеку. И вроде бы камня нам хватает. Так, 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 убегаем, убегаем, убегаем. У меня аж мурашки по коже. Делаем ноги, он еще слишком далеко. Он нас не догоняет пока что. Нужно дождаться, пока он просто забудет про нас и снова уйдет. Идет ли он вообще или нет? Я забежал пока что сюда и посмотрим, там ли он вообще или нет. Где-то рядом. Поехали. Ладно, закрываемся здесь. Главное, чтобы он не зашел дальше. По крайней мере, сломать он блоки не может. Но стоит ему дойти до меня и все. Долго не проживу. Блин, я не накопал угля. Ладно, давайте пока что сделаем то, что можем. А это что-нибудь скрафтить в верстаке. Например, каменную кирку и какой-нибудь каменный топор. Еще бы по-хорошему придумать какую-нибудь ферму, которая будет меня кормить прямо здесь и сейчас. И при любом обстоятельстве, даже в самых экстренных ситуациях, позволит мне здесь продержаться подольше. Он ушел. Нужно выглянуть посматр... Кхм, да блин! Зараза ты такая. Ладно, ладно, а скорее всего он уйдет только к ночи. Поспать я сейчас не смогу. Да и вроде я даже не проголодался. Что не может не радовать. Может я могу пока что покопаться в шахте? Есть несколько туннелей, которые были разработаны еще до меня. Сюда мне нужно найти просто рычаг, либо скрафтить его. Но он где-то здесь валяется. Здесь, в принципе, можно организовать пещеру. Даже пособирать грибы и приготовить из них потом грибную похлебку. Куда это вообще ведет? А! Сидит, 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 смотрит. Сюда-то он как пробрался. Там есть секретный выход. Как хорошо, что здесь он не может пролезть. Он в высоту в 4 блока. А я всего лишь 2. Это дает мне какое-никакое преимущество. Может, если я смогу загнать его тоже в ловушку какую-нибудь? Так, ладно, грибная похлебка. Готовим запасы наперед. Тут еще гриб вырос. Нужно все разложить. По-хорошему, мне нужно свалить как-нибудь с этой территории незамеченным. И в идеале это сделать через зелий невидимости. С зелий варенья я не силен, как вы знаете. Поэтому, пожалуйста, напомните мне ингредиенты для его изготовления. Пузырек мне надо набрать воды. Придется сбегать до моря. Шеницу я тоже, наверное, сразу в хлеб сделаю. Давайте подберем немножко костной муки. Даже кости здесь завалялись. И нарост нижнего мира. Это как раз мне для зелий. Не зря все-таки я сюда это припрятал. А огненный стержень мне все равно придется перетереть в огненный порошок. Все самое основное мы положим здесь. Половину возьму с собой. Палки мне пока что не нужны. Порошок точно здесь. Пузырек с собой. Нужно набрать воды. Черт. Черт. Видимо, он сейчас стал более агрессивным. Ладно, не обращаем внимания. Сюда он все равно не доберется. В общем, я и так здесь довольно долго. Просто буду ждать ночи и когда он уйдет. По кровати я могу спокойно определить, что наступила ночь. Поэтому сейчас придется мне, наверное, спуститься. Буду выходить максимально аккуратно. Потому что выпрыгнуть он может в любой момент. И буду осматриваться за километр. Главное не подходить притык к двери, иначе он достанет. Скорее всего, вылез, поэтому отошел на достаточное расстояние, чтобы я мог спокойно уйти. Просите меня, зачем я делаю это ночью? Черт, 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 черт. Хороший вопрос. Сам уже хочу на него ответить, не знаю. Потому что ночью как бы шансов того, что он появится меньше. Но все-таки страшнее. И я пытаюсь как-то найти золотую середину. Пойду добуду немного угля. Дома тоже далеко желательно не отходить. Если слишком забр... Жут. Так, это вода. Если я слишком далеко зайду, то, возможно, не успею добежать до дома. Игрушка эта не очень смышленая. Но так или иначе, как-то шанс могла добраться до меня до сюда? И опыта немного наберемся. Так, у меня уже 13 угля. Этого нам хватит. Дальше мне нужно пройтись и поискать еще немного еды. Животных в этом уголке не так уж и много. Мне бы по-хорошему даже какую-то собаку, что ли, найти. И если я в теории даже не успею сбежать с острова, я могу попытаться как-то этого кота прихлопнуть. Если он вообще может умереть. Так. и не смотреть, не оборачиваться, и просто вернуться к себе домой. Быстрее, 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 давай, делай ноги. Я, я проголодался, мне нужно быстрее поесть, пока он не схватил меня сзади. Телт зомби, крипер. Их у вас не хватало еще. Быстрее возвращаемся, быстрее возвращаемся. Так, давай, делаем ноги, делаем ноги, делаем ноги. Градус делаем ноги. Фух, я вышел. Фух, он вылез просто из ниоткуда, из низа. Замечательно. Нет, не очень. Так вот, я видел, как играли в эту игру. В принципе, довольно интересный хоррор. Не люблю хорроры, потому что я не люблю пугаться, но, как видите, в Майнкрафте мне тоже может быть страшно. И я сейчас даже не наиграна. Если такая фигня вылезет из ниоткуда, я реально перепугаюсь. Перекус я вроде бы устроил себе. Закину уголь сюда в печку. Больше никакой еды я не добыл. Мяса у меня больше вроде бы тоже и нет. Так, лучше лягу пока что спать, а там уже на утро придумаю, что делать. Но придется спасаться все равно бегством через зелье невидимости. Вот мы и уже проснулись. Кстати, по поводу зелья невидимости. Если я не ошибаюсь, то оно готовится изначально из зелья дочного зрения. А для него мне понадобится... Тут я должен помнить. Маринованный глаз и морковка. Так, кот, надеюсь, уже смылся. Поэтому мне нужен пузырек воды. Мне придется его набрать в любом случае. Кот где-то здесь. Я его уже давно не видел. Ушел. Надеюсь, что ушел. Так, в очередной раз лучше осмотреться. Лучше от третьего лица, потому что так я больше вижу. И в этот раз я под деревом его не упущу. Окей, там внизу что-то плавает. Надеюсь, это не кот под водой. И если бы я нырнул и увидел его под водой, то я бы точно не обрадовался этому. Немного дождь пошел, но он нам особо не помешает. Сейчас нужно, главное, найти пауков после ночи. В пещеру я точно спускаться не хочу. Потому что если обнаружить его там, у меня будет сердечный приступ. Вот прям без шуток. Пауков здесь нет. Ну, были скелеты где-то. Криперы бегали, но это, в принципе, неудивительно. Здесь есть овечки. Вот овечки мне пригодятся. К сожалению, у меня нет времени на то, чтобы их разводить. Задерживаться не хочу. Сколько серий я здесь протяну, тоже пока что непонятно. Но вот еда мне нужна 100%. Вроде бы пока что безопасно. Все равно страшно. Я хочу вроде бы и от первого лица побегать. Но есть боязнь того, что все-таки кто-то будет. У меня же изначально здесь недалеко был торговец. Но надо было его ловить, когда он зелье пил. И выбивать из него его тогда. Так, я немного подустал. Поэтому лучше перекусить печеным картофелем. И паучки у нас есть. Побыстрее бы из вас выбить глаза. Давай, давай, ты будешь первым. Опа, ничего не выпало. Ну, замечательный градус. Со второго вроде бы получилось. Хорошо. Возвращаемся. Там еще крипер гуляет. Далеко от базы. Напоминаю, не отходим. Если этот кот любит рандомно появляться. Где-то недалеко от меня. Где бы он только ни был. То если он будет где-то резко сзади. Хотя, в принципе, я уже лишний раз себя накручиваю. Что? Что это было? Что мне нанесло урон? Это ты? Курочка, Джек. Все с тобой ясно. Так, спускаемся, спускаемся. Гнилая плоть валяется. Немножко упал. Ладно, подберу ее. В крайнем случае, буду есть ее. Кстати, ее здесь много. Тростник, тростник, тростник. Еще нужен тростник. Треба, быстрее, 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 быстрее. Я довольно долго нахожусь уже снаружи. Поэтому нежданные гости вполне возможно и появятся. Ныряем. Да вот только нету никого. Под водой нет. Под водой даже никого нет. Нет, нет, все хорошо. Никого. Значит, мы берем тростник. Делаем из него сахар. Так, заодно... Ой, да... Боже, это подводники. Их я, по крайней мере, не так сильно боюсь. Но бьют они не менее больно. В то время, когда я хотел просто порыбачить немножко топором. Рыба мне тоже пригодится. Опа-на. Здесь у нас есть какой-то подводный данж. В принципе, а там мы можем найти удочку. Я снова проголодался. Я начинаю голодать все больше и больше. С одной картошкой тут долго точно не протянешь. Ну и пользуясь моментом, наберем немного воды. Рыбы я еще могу, в принципе, немножко наловить. Да ч... Черт, черт, черт. Лезет, лезет. Идет за мной. Идет за мной. Он еще подводник. Божечки ты мой, он и под воду решил спуститься. Он не так уж и быстро в нее ныряет. Замечательно. Прощай, котик. Мы побудем на этой стороне. Как же медленно. Уверенно он пытается двигаться в мою сторону. Значит, я могу немного выиграть времени. Все хорошо, все хорошо. Ягоды. Здесь еще ягоды. Замечательно. Я до сих пор бегаю, не могу вспомнить, что мне нужно для паучьего маринованного глаза. Быстрее вспомнить. Как бы быстрее вспомнить. Тут же указаны крафты. Паучий маринованный глаз. Гриб. У меня есть гриб. Все, 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 все. Замечательно. Спасибо, Майнкрафт, что у тебя есть такая функция, как узнать рецепт того или иного блюда. Такого замечательного, как паучий глаз. Возвращаемся на базу. Я сейчас, по сути, бегу ему навстречу. Так, нам сейчас туда. Но я его видел здесь, возле скалы. Он бежал изначально ко мне сюда. Ладно. Выбираемся. Нет, не прыг. Он там. Он идет в мою сторону? Нет, он куда-то прыгает. Замечательно. Так, и прыгай. И прыгай. Мне надо добежать как-то до базы. Он меня заметил. Он меня заметил. Опять мурашки по коже. Нет, 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 нет. Нет, нельзя допустить, чтобы он подошел. Либо как-то надо его опрыгать. Не путайся, градус. Не путайся. Уже темнеет. Он станет агрессивнее и опаснее. Как бы мне бежать? И сейчас, главное, еще хватает. Мне просто необходимо вернуться. Поэтому мы, скорее всего, нырнем. Что здесь делают разбойники? Давай, спускайся в воду, дружище. Спускайся. Я знаю, ты не любишь воду. Отлично. Выпрыгиваем именно здесь. Он чаще всего и тупит. И остается надолго на одном месте. Так, 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 так. Зомби, опять вы здесь. Я опять проголодался. Нет, еще мелкий зомби. У меня пол хп, пол хп. Я успею, я успею, я успею, я успею, я успею, 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 успею. Фух. Он уже тоже тут. Хорошо, мы дома. Уже стемнело. Который день прошел. Где это? Так, зельеварка. Зельеварка. Нужно восстановить еду себе. Мне немного хочется света, чтобы просто было не так темно. И хотя бы чуть-чуть уютнее, насколько здесь это возможно. Свечки потухли. А, нет, свечки горят. Ладно. Что мы успеем сделать за сегодня? Хотя бы зелень ночного зрения. Так, это займет какое-то время. А потом мы сделаем еще маринованный паучий глаз. Тростник в сахар. Паучий глаз. И грибочек. Я не помню, в какой последовательности его готовить. Ладно, пока что положу паучий глаз сюда. Нужно будет уточнить этот момент. У меня уже почти все заросло. Здесь только долго. Здесь уже провожу время. Там стоит, походу он все-таки завис, и ему придется какое-то время ждать, чтобы... Да не придется мне его ждать, и ему меня. Ладно. Мне уже по-хорошему самое время узнать, что это за люк, и куда он ведет. Ну, по сути, еще один тайный проход. Здесь его нет. Как-то можно увидеть. Вроде бы нет. Я оборачиваюсь, вроде бы нет. Хорошо. Что мы можем сделать? Мы можем поспать, в принципе. Давайте еще раз поспим. Хорошо. В принципе... Что? Стоп. Что? Что это было? Секунду. Стоять. Там верстак. Там бочка. А, это штайник с рычагом. Точно. Он мне как раз и нужен. Вот сюда. Кота не видно. Может, я смогу сейчас не то чтобы слинять? В принципе, один запасной выход мне точно не помеш... Не помеш... Помешает, ладно. Мы туда пока что больше не лезем. Понятно, где у нас кот теперь. Скорее всего, оттуда он завывал. Это было снизу. Сделим, разберемся. Паучий глаз есть. С тем тоннелем тоже разобрались. Еда у нас, вроде бы, как нормально. Еще про запас хватает. Так, вроде бы, здесь мы еще в безопасности. Единственное, что меня сейчас напрягает и не дает мне покоя, то, что я не могу двигаться дальше, потому что... А, свет отрубился. Потому что я не помню, как делается зелье. С зелем невидимости он меня просто не заметит. Я смогу спокойно слинять мимо его глаз. В принципе, он не должен появляться возле меня тогда, когда меня не видно. Ладно. Нужно узнать, что... Откуда он вообще проходит и куда этот туннель ведет? Может, мне стоит его сломать? Но нужно застроиться. Застроиться таким образом, чтобы он меня не достал. Поэтому он меня не видит. Делаем вот так. Все, он уже не зайдет. Он меня достанет руками, если я подойду. Это, знаете, как с фильмом Оно. Что это? Что это было? Свет доходит прямо сюда. Какого фига это? Надеюсь, с моей дверью ничего не произошло. Что? Нет, 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 нет. Нет, он может на меня добежать. У меня огромные проблемы.